Речь пойдет о взаимосвязи эмоционального состояния и иммунной системы. На самом деле пациенты практически постоянно задаются себе вопросом, как эти процессы связаны. Процессы иммунной системы и процессы, происходящие в нервной системе или в психическом аппарате. И, наверное, знаком такой формат высказываний. Часто я слышу от пациентов, что им нельзя нервничать, им нельзя переживать стресс, потому что это может спровоцировать опухолевый рост. Или про то, что им всегда нужно быть позитивным и оптимистичным, потому что только так можно справиться с онкологическим заболеванием. И, конечно же, вечный вопрос, а не от того ли, что у меня был стресс, у меня возникло онкологическое заболевание. Все эти вопросы довольно фундаментальны по своей природе, но и также я бы сказала, что они в основном риторические, поскольку мы не можем говорить о том, что нам нельзя нервничать, потому что мы нервничаем все равно. Мы переживаем, у нас всегда есть тревога. Где-то она распознается, а где-то нет. Нет, это не означает, что нам нужно ее подавлять и говорить, нет, я веселый, я позитивный, я оптимистичный, у меня всегда все будет хорошо. То есть оптимистичный, вот такой оптимистичный пациент, он опасен в процессе лечения. Почему? Потому что реакции, которые возникают эмоционального рода, их нужно выражать. Если мы позитивны и оптимистичны, это может приводить к подавлению этих реакций. Подавление реакций может приводить к истощению психического аппарата. Что, если мы каждый раз, когда мы тревожимся и боимся, говорим себе, нет, ты не тревожишься. Вон, посмотри на улицу, солнце светит, птички поют, все хорошо. Что, если мы будем говорить себе так на протяжении года? А еще фоном у нас будет химиотерапия, лучевая терапия, операция, ожидание бесконечных результатов анализов, какие-то семейные сложности, проблемы на работе. Рано или поздно мы устанем. Мы устанем так говорить себе. И пациенты истощаются. Того, что они заставляют себя быть оптимистичными. Поэтому я всегда говорю своим пациентам про то, что реагировать важно. Переживать можно, но надо уметь переживать. Итак, проблему взаимодействия иммунной системы, эмоциональных реакций и эндокринной системы, в принципе, в последнее время уже довольно долго изучают. Ответвление называется психонейроиммунология. На стыке клинической психологии, психофизиологии и медицины. То есть исследуется взаимодействие как раз таки процессов нервной системы, эндокринной системы и иммунной системы. Итак, очень коротко, не углубляясь, не усложняя материал, сейчас попробую. Это у нас клетки иммунной системы. Видите, какие они симпатичные и не менее симпатичные медиаторы нервной системы, которые обеспечивают передачу нервных импульсов между нервными клетками. Между прочим, иммунная система и нервная очень похожи. И это обеспечивает между ними диалог. То есть эти системы общаются. В чем их схожесть? В том, что обе системы способны узнавать какие-то объекты. В случае иммунной системы это у нас распознавание своего и чужого. Да, Игорь Негода сказала, что эти процессы намного сложнее, чем мы думали про это. А нервная система распознает внешние стимулы и внутренние стимулы. То есть это какие-то гормональные изменения, либо внешнее влияние на нервную систему. Что-то происходит вовне нас, мы на это реагируем. Эта реакция обеспечивается нервной системой. Кроме того, есть процессы памяти. В случае иммунной системы это процесс памяти к антителам. В случае с нервной системой это процесс памяти как раз так к воздействию. Условно говоря, не усложняя процесс. К примеру, один раз когда-то в жизни обожглись, сигнал попал с периферии в центральную нервную систему, запомнили. Горячее трогаем, нам больно. Все. Это процесс памяти на внешнее или внутреннее воздействие. И следующий пункт, который объединяет эти системы, имеются химические сигналы и в нервной, и в иммунной системе, которые обеспечивают поведение разных клеток. Итак, начнем с того, что иммунная система имеет свое влияние на нервную систему или на эмоциональные реакции. Цитокины или клетки иммунной системы способны возбуждать нервную систему или способны ее затормажить. Когда у нас система нервная возбуждается, мы можем испытывать тревогу или какое-то моторное возбуждение, не можем найти себе места. Торможение – это ближе к апатии. Мы говорим, нам как бы спокойно, но чересчур спокойно. Или еще хуже, ничего не хочется делать. То есть процесс торможения. Кроме того, иммунная система влияет на когнитивные процессы, на память, на концентрацию внимания. Те процессы, которые часто в процессе лечения онкологического заболевания страдают. То есть все пациенты жалуются на снижение памяти. И это есть и результат общей интоксикации и взаимодействия этих двух систем. Итак, вот это у нас, там сейчас красненькое, если видно, это у нас гипоталамус. А ниже – гипофиз. Это гипоталамус, гипофизарная система, которая является частью лимбической системы, которая регулирует наши эмоциональные реакции, эмоциональное поведение. А кроме того, циклы сон-бодрствования, чувство голода, чувство насыщения и температуру тела. Почему я, собственно, говорю так про это, показываю вам какой-то череп, какой-то мозг, гипофиз и пифиз? Потому что это важно, потому что мы должны с вами понимать, что это не просто какая-то там психика, где-то что-то работает, я что-то испытываю. А это действительно процессы, происходящие на физиологическом уровне. И то есть, если, предположим, мы с вами нервничаем, но при этом говорим себе, что нам нервничать нельзя, и что нам необходимо держаться в этот момент, держать свое лицо, то мы можем испытывать, например, на уровне периферии какие-то реакции. Например, на уровне кишечника мы можем с вами испытывать какие-то изменения. Мы волнуемся, кишечник реагирует. На уровне температуры. Вроде бы все нормально, мы говорим про то, что мы ни о чем не переживаем, голова пустая, а постоянно у пациента держится температура субфибрильная. Или отмечаются подъемы давления. А пациент говорит, я вроде бы ни о чем не думаю, ни о чем не переживаю. Ну вот у меня давление поднимается постоянно, а еще ночью я внезапно просыпаюсь и не могу найти себе место. А так я ни о чем не переживаю. И вот это вот есть та самая реакция на уровне периферии эмоциональная, то есть так называемая соматизированная реакция, которые не проявлены эмоционально, они будут проявляться телесно. И необходимо это учитывать, улавливать и, соответственно, что-то с этим делать, поскольку дальше все само по себе спонтанно не разрешится. В дальнейшем мы будем ожидать патологизацию этой реакции, поскольку у нас есть нейрональная память, которая вырабатывает определенную модель поведения. Эта модель поведения закрепляется. И на следующие результаты обследования мы будем реагировать психосоматически. То есть состояние апатии будет вместе со слабостью, вместе с подъемом или с понижением давления, вместе с реакцией мочевого пузыря, когда бесконечно бегаем в туалет, и вроде бы не хочется, и уже там ничего не скапливается, а оно все равно есть, потливость, тахикардия и все вот это вот. Мы просто нервничаем. Оно так проявляется. Следующим важным образованием рядом с гипоталамусом и гипофизом является эпифиз, который получает сигналы от гипоталамуса и регулирует наш процесс сна и бодрствования. Наверное, замечали, что когда вы напряжены, есть стрессовые реакции, напряжение эмоциональное настолько сильное, что невозможно заснуть. Либо мысли думаются, либо какие-то ощущения возникают в теле, либо просто ничего нет, просто лежу в потолок, смотрю. Говорят обычно пациенты, все нормально, просто лежу в потолок, смотрю, сна нет. Не все так просто. Если и в голове ничего не возникает, и реакции нет, просто говорит о том, что работают сильные защитные механизмы вытеснения. Тревога вытесняется настолько, что остается только пустота. За пустотой есть наша всем известная любимая тревога. И очень важно следить за своим сном. Все пациенты про это знают, что важно следить за своим функциональным состоянием. Притом важен ночной сон, поскольку эпифис вырабатывает гормон сна мелатонин. Мелатонин вырабатывается в ночное время суток. И он оказывает антистрессовое действие, то есть он способствует гомеостазу, способствует компенсации антистрессовых механизмов в организме. То есть он помогает организму бороться со стрессом. За счет того, что у вас есть просто на это энергия. То есть если вы астонизированы, если мы уже не чувствуем в себе силы на что-либо, то, конечно, со стрессом нам гораздо сложнее бороться. Кроме того, что сон должен быть ночным, он еще и желательно должен быть непрерывным и глубоким. Потому что шестичасовой непрерывный сон глубокий заменяет гораздо лучшее, чем восьмичасовой сон. Он там с промежутками, с перерывами в 2 часа каждый. Когда мы спим ночью 4 часа, а днем засыпаем часа 2-3, это тоже не считается. То есть днем мы просто переутомляемся и, условно говоря, выключаемся. Это не есть засыпание в чистом своем виде. Это просто выключение. Это уже другая система, и работает она иначе. И, соответственно, считается, что мелатонин оказывает иммунотропное действие. То есть что он делает? Поддерживает гомеостаз, помогает иммунной системе быть на каком-то своем определенном нужном организму уровне. Итак, в общем, увидели. Иммунная система каким-то образом, с помощью цитокинов, влияет на процессы возбуждения, торможения в головном мозге. Есть реакции, есть процессы памяти. На все это влияет иммунная система. Система нервная, в свою очередь, влияет на иммунную систему с помощью своих же нейромедиаторов. С помощью тех гормонов, которые гипоталамус вырабатывает и отправляет на периферию, в органы. И, значит, мы с вами можем говорить, что стресс имеет свое влияние на иммунную систему. Но при этом нам надо разбираться, а какое тогда влияние? Может быть, действительно нервничать нельзя? А мы тут все нервничаем. Итак, в принципе, это веселая картинка, в которой видно, что любое эмоциональное состояние можно разлить по пробиркам. Можно показать, в принципе, с помощью какого гормона, какое эмоциональное состояние у нас будет возникать. Например, страх – это у нас адреналин, допамин и окситоцин. То есть вот три гормона. Гипоталамус делает гормон, и мы что-то испытываем. Похоже на некоторый механизм, очень далек от какой-то гуманности и человечности. На самом же деле не все так просто. Если мы испытываем тревогу, она не только тревога. То есть одно состояние – это не только одно состояние. Тревога может быть как ожидание чего-то приятного, тогда это такая приятная тревога, волнение. Или тревога – ожидание, допустим, тех же самых результатов анализов, когда она может сопровождаться некоторым фантазированием, представлением некоторых картин, или наоборот парализующая тревога и так далее. То есть одно состояние – это не всегда только одно состояние. Просто мы ощущаем только то, что более интенсивно проявляется. Итак, онкологические пациенты – это у нас особая группа людей, у которых реакции стрессовые часто связаны с тем, что происходит в процессе лечения, в процессе заболевания, что они испытывают, что они чувствуют в организме. Все реакции обостряются в связи с тем, что так или иначе процесс истощения есть. На слайде представлено, собственно, ассортимент стрессовых реакций. Мы на них останавливаться не будем, поскольку так или иначе все они понятны и известны. Подробнее мы рассмотрим именно саму стрессовость реакций. То есть условно мы можем говорить, что стрессовые реакции бывают острые, бывают хронические. Острые реакции у нас связаны с возникновением ситуации здесь и сейчас. Ситуация может быть воображаемая, а может быть реальная. То есть реально что-то происходит, либо мы чего-то ждем, и мы себе это воображаем. И таким самым мы сами себя можем травмировать именно здесь и сейчас. То есть сами делать себе стресс. Ну так вот, считается, что острые стрессовые реакции в какой-то степени для иммунной системы даже полезны, поскольку это ситуация активизации не только нервной, но и иммунной системы. То есть что в эти моменты происходит? Происходит активация иммунной системы, увеличение количества таллимфоцитов, активизация нервной системы, то есть активизация когнитивных процессов. Все системы работают в системе форс-мажора. То есть мы готовы принимать быстрые решения, если тревога не хаотичная в эти моменты. Мы готовы принимать решение, свою активность направлять куда-то. Что-то возникло, мы должны срочно-срочно это решить. У нас есть на это силы, поскольку мы активизированы. Но это длится недолго. И если в этой стрессовой ситуации с тревогой или агрессией, обидой, разные стрессы бывают, ничего не сделать, никуда не выразить, не направить ее, а просто вытеснить и отвлечься в окошечко, мы можем встретиться с хронической стрессовой реакцией, которая уже не так полезна для иммунной системы, которая впоследствии будет именно нарушать тот гомеостаз в иммунной системе, в эндокринной системе, в периферических органах, снижать наши когнитивные процессы. То есть начнутся проблемы с памятью, с концентрацией внимания, появится некоторая рассеянность, поскольку стрессовая реакция все длится и длится. Ситуация, может быть, уже давно прошла, а реакция закрепилась, она осталась. Мы ее все еще как-то не проработали. Она в психической реальности в нашей есть. То есть хронические стрессовые реакции, как правило, остаются в психической реальности. Не здесь уже, все уже, может быть, закончилось, а где-то внутри. А может быть и наоборот. Они постоянно повторяются, как, например, на этапе диагностики онкологического заболевания, когда нужно очень много решать вопросов самому пациенту. Вся ситуация ему непонятна, он постоянно ожидает чего-то, и никак не может все это взять себе под контроль. Вот вам острые стрессовые реакции, которые тут же сразу... Их очень много, да? Они могут стать хроническими, а могут и не стать. Это зависит от того, как пациент с ними справляется, и насколько он вообще готов с ними встретиться и выражать их. Итак, я на самом деле уже к концу подхожу своего доклада. Вот мы с вами посмотрели на то, как эмоциональные реакции, иммунная система, эндокринная система взаимосвязаны. На уровне мозговых структур, на уровне самой иммунной системы. И помните, вначале мы задались вопросом, действительно ли нам нельзя переживать, и стресс может приводить к развитию опухолевого заболевания или к опухолевому росту. Ну так вот, переживать можно. Переживать можно, но важно переживать правильно. Если вы уж переживаете, так уж переживайте. Это нужно выражать. Выражать в чем-то. Об этом можно говорить. Я понимаю, что многие пациенты не любят жаловаться, но жаловаться никто от вас и не просит. Просит хотя бы проговаривать. Если страшно, можно сказать, что я знаю, что ты ничем не можешь помочь. Но мне страшно. Я должна кому-то хотя бы об этом сказать. Мне страшно, что будет не так, как я хочу. Мне страшно, что мне не хватит сил. Мне страшно, что я не справлюсь. Но даже когда вы это проговариваете, часть напряжения уже выводится извне психического аппарата. Это проговорено. Если это проговорено, значит, это уже не напряжение. В следующий раз оно может возникнуть. Никто не говорит, что навсегда избавитесь от страха Такого не будет, потому что мы все живые Пока мы живем, мы волнуемся, тревожимся, боимся Но важно, каждый раз, когда мы тревожимся и боимся Это куда-то девать И поэтому в связи с такой тенденцией Обычно пациентам, которые в формате информирования приходят ко мне на консультацию Я говорю о следующем О том, что важно выражать свои эмоциональные реакции Любым способом, каждого свой способ выражения Кому-то удобнее прорабатывать это внутри себя А вовне выносить в форме чего-то Занятий, социальных занятий, бытовая деятельность Кому-то удобнее говорить об этом И так далее Для каждого свой способ Помимо всего прочего, необходимо поддерживать уровень своих когнитивных способностей То есть уходить с головой в лечение Каждый пациент это делает Это делать невозможно Но тогда, когда уже более-менее ясно, что происходит в процессе лечения И на госпитализации есть некоторое свободное время Оно есть всегда Можно это время посвятить поддержанию своего когнитивного уровня То есть в особенности процессам памяти Как это делается? Это в индивидуальном порядке Потому что уровень нарушений Изначально уровень когнитивного функционирования у каждого пациента разный В зависимости от той сферы деятельности, в которой он жил и развивался на протяжении лет возраста Сопутствующих заболеваний и так далее То есть память это не так-то просто, как звучит Помимо всего прочего, необходимо поддерживать свое функциональное состояние Это про сон Про тот сон, про который мы говорили Потому что не всегда сон нарушается Потому что возникают какие-то процессы в организме Болевые, например, ощущения Пациент говорит, я не сплю Если его обезболивают, он должен, по сути, без болевого синдрома спать Он не спит Значит, скорее всего, дело либо в эндокринных процессах А значит, косвенно и в психическом аппарате А и лучше всего проконсультироваться Сходить на консультацию к клиническому психологу Сообщить своему доктору о том, что у меня плохой сон Это меня истощает И у меня меньше сил на то, чтобы получать лечение И справляться с побочными эффектами, которые у меня возникают Сон Это очень важно в процессе лечения Аппетит Который в большей степени лекарственный в процессе лечения Но, тем не менее, очень важно не выдумывать И не садиться самостоятельно на какие-то диеты Важно понимать, что Вот эти функциональные процессы Они призваны помогать лечению Поэтому этот процесс тоже нужно разделять И ответственно за этот процесс разделять следующим врачом То есть не придумывать, не читать в интернете про диеты Про сахар или мясо и так далее Важно понимать, что сколько вы питались Сколько ваш организм привык получать Столько он и должен получать И если вы замечаете, что вы кушаете больше Что вы заедаете Что когда вы нервничаете, ваш аппетит нарастает И это уже превращает в некоторую компульсию Или навязчивость Тоже стоит этот момент отслеживать И не стесняться обращаться за помощью Потому что чем раньше это произойдет Тем проще с этим будет справиться Необходимо также не изолироваться Поддерживать социально-ролевые функционирования Все обязанности выполнять в процессе лечения Да и после не всегда получается Но тем не менее важно выполнять хоть что-то Быть реализованным хоть в чем-то Быть нужным и себе, и другим хоть в чем-то Не думать, что вся моя жизнь теперь состоит Только из онкологического заболевания и лечения Нет, в ней есть что-то еще И это очень важно для вас Это ваша ценность И самое последнее, наверное, самое важное Это уметь вовремя обратиться за помощью К специалисту То есть в этом нет ничего стыдного Идея о том, что я должен справляться сам Она до какой-то степени работает Но я должен справляться сам Или я должен сам себя истощать Это все-таки разные вещи Поэтому в качестве информирования Получить консультацию И убедиться в том, что да, со мной все в порядке Мои реакции нормальные Потому что не всегда это можно дифференцировать В этом нет ничего страшного или сложного У меня все, спасибо Продолжение следует...